Я озвучила тему общения и познания других людей в интернете, что в диалоге и новом знакомстве происходит раскрытие друг друга, так как идёт же развёрнутый разговор, в котором люди уже видят образ жизни друг друга, то есть чистоту и ритм жизни, в котором они находятся. Ещё сказала, что темы бывают разные при построении диалога, в нём нужно уметь тоже не конфликтовать и сглаживать углы. И также одна из распространённых тем в разговоре, которые завязываются при знакомстве в интернете, это когда мужчина или женщина пишет с целью построения отношений. А вам, допустим, это не надо, вы уже имеете свою половинку или вы уже семейный человек, и вы не знаете, как же себя правильно вести в этом случае. Плюс не знаете, как сказать правду, что уже есть муж или жена. Но вот как-то чем-то вас притянул этот человек в интернете, может, фото там своим, или то вот как, может, выглядит ярко его там в социальной сети, или его манера общения, что вам просто интересно говорить с ним от того, что диалог идёт не мёртвый, а живой. Но при этом возникают какие-то вот внутри страхи у этих людей. Мол, муж или жена узнает об этой переписке, и он этого не поймёт. И вот такую интересную ситуацию мы, конечно, подробно разбирали с Александром Корольным в интеллектуальном клубе, потому что были некоторые задания, вот как примером, начать общение в Тиндере, и понеслось, начали заваливать нашего гуру по развитию вопросами о том, что вот себя многие стали некомфортно участники чувствовать, ввиду того, что им поступали вот эти сообщения такого характера, что я тут с тобой, чтобы построить серьёзные отношения. И типа, я надеюсь, что наш диалог к этому приведёт к Союзу до конца дней нашей жизни. Да, я сейчас отрагиваю эту провокационную тему. Возможно, многие люди, прослушав эту видеозапись, с чем-то согласятся, некоторые нет. Но я сейчас не навязываю свою точку зрения. Я даю просто трезвый взгляд со стороны социолога Александра Король. Это вот рассуждение такое, что вот писатель же, он наблюдал и уявлял статистикой, и считает ненормальным такие отношения в семье и дикостью в 21 веке. И любой здравый человек со мной согласился. Начнём с того, что сейчас уже не прошлый век, а 21 век и конец 2021 года. Надеюсь, вы это понимаете. Я просто не буду сейчас грубо что-то осуждать, а хочу привести примеры. Как должны жить современные люди? Что если у вас есть муж или жена, вы с этим человеком общаетесь в своей семье, то это же должно быть максимально открыто, как будто бы вы общаетесь со своим клоном. Абсолютно обо всём, всё, что есть у вас на уме, об этом вы всегда должны говорить друг другу. Если у вас там построено отношение на том, что вы постоянно фильтруете уже свой разговор на 50%, 80%, как раз такие отношения уже построены на враньё. А это уже перетекает к проблемам у людей в обществе, которые все мучаются и страдают. И получается это выглядит вот так, как будто бы вы кредит взяли в банке, от этого все напряжены, мучаетесь, что это вот такой груз везёте на себе. А вроде это как бы, понимаете, всё равно вам надо. И точно такие же вот ощущения в отношениях и построении семьи чувствуется. А зачем чувствовать свою половинку, как груз тягостный? Ну согласитесь, что есть же вот такие отношения, когда люди утаивают, скрывают, боятся сказать что-то там, избежать конфликты. А зачем тогда нужен такой человек? И что в вашем вообще понимании отношения? Люди же должны быть близкими друг к другу, когда вот они могут общаться обо всём. Эти люди приняли друг друга такими, какие они есть, со всеми ихними биоминусами и биоплюсами. И если ваш человек может от вас вот так легко взять и уйти от того, что кто-то кому-то что-то там скажет, можно с уверенностью сказать, нет у вас здоровых отношений. Потому что это фальшивый ваш мир. И ваши отношения в нём тоже. А зачем вы тогда обманываете и терпите друг друга? Где логика-то? И конечно, всегда есть много «но». Если есть семья, конечно, ребёнок, и вы там выживаете, то ради детей, конечно, нужно постараться найти этот общий язык, чтобы свои отношения наладить. А если нет детей, чего терпеть тогда друг друга? Такие отношения уже давным-давно изживают из себя и закончатся скоро совсем. И с каждым годом всё больше и больше люди будут приходить к пониманию того, что сейчас я здесь вам говорю. Но это будет долгий и постепенный процесс. Но процент этот растёт, и это уже хорошо. Просто это будет проявляться с каждым новым поколением. Но считаю дикостью, когда человек обладает узким, ограниченным умом, он может взять и разрушить свою семью из-за того, чего-то там не понимает. Типа, если его вторая половинка сидит в социальной сети, ведёт переписка с другими людьми, а всё значит уже плохой он там или плохая она, и закатывают скандал. Такому человеку, конечно, сразу в лоб нужно сказать. А какую цель-то он преследует в этом конфликте? Докопаться, не выяснив сути и уйти, или права там какие-то свои качать? А зачем тогда нужен такой человек? Отношения ведь не для того нужны, чтобы тебя там хаяли, принижали или права свои качали. Или чтобы тебя поддерживали, может быть, понимали и принимали. А что тогда есть семья и отношения? Даже вот сейчас мы пойдём вот у консервативных людей узнать, сейчас на улице, остановим любого обычного человека, спросим, что такое отношения. И каждый из них ответит, семья – это главное, это вообще святое в жизни. И что не какие-то там друзья, а родственники и близкие важны. И семья – это самое главное в жизни человека. А вы берёте ему и спрашиваете, говорите, да, семья – это хорошо. Значит, вы считаете, любой женщине нужно найти себе мужа, а мужчине нужно себе найти жену, чтобы строить семью. А зачем? А что это такое? А мама ответит, ну как, это же любовь, это чувства, это вам поддержка близкого человека, который вас никогда не бросит. На словах, конечно, звучит суперклассно. Но самое интересное, что каждый человек, который, повторив эти банальные слова, если мы посмотрим на его семью и отношения, то там такого нету. Получается нас обманывать и преподносят фальшивый мир, потому что если мы посмотрим, как строят семья и живут статистические люди и его близкие люди в окружении, мы выясним, что родители там навязывают своим детям идею брака, что это якобы так должно быть и было всегда, что создавать вот эту новую ячейку социального общества, потом в ней и в этой ячейке не складываются отношения, возникают там из-за бытого, из-за бытого разного конфликта. Родители снова говорят своим детям, терпите, у нас тоже не всегда мир был. Вот в фильме, кстати, модель таких отношений можно увидеть, где мама там дочери совет такой подкидывает. Терпи мужа, доченька, и качай из него денежки. А муж терпит и ее, свою жену, и свекровь эту терпит. Они все друг друга много лет терпят, скрывают, гнобят друг друга, спорят, завидуют, конфликтуют и унижают. И вы знаете, что по статистике позже жалуются? Не женщины, а мужчины, которые вот стали жертвами таких отношений, потому что их в семье гнобят женщины. И разве это нормально? За последние годы по статистике, я вот приведу сейчас вам пример, 90% недовольны по этим отношениям мужчины. И бывали такие случаи, когда они не знают, кем им уже там быть вот в этих отношениях, как им уже прогнуться, куда им уже убежать, спрятаться, потому что он всегда плохой этот человек из своей семьи и жены. Вот это в двух словах, что этот мужчина ощущает в отношении со своей женщиной. И теперь далее вот по статистике 10% женщины, и из них 1% более-менее нормальный, в плане возникшего какого-то непонимания в отношениях. Там более адекватно это происходит. Люди прилагают усилия, стараются быть открытыми друг с другом. А вот остальной процент тех женщин брали и говорили, «Мой муж лох, я решила уйти, найду себе более крутого». Хотя там видно в обратном порядке, наоборот, не муж плохой, а женщина его с низкими ценностями. И она сама во многом вот просто не права. Вместо того, чтобы признать это, правильно или нет, она вообще вот поступает, она с утверждением еще так все говорит, что ее муж плохой. Но когда там, если вот начать разбираться, сказать этой женщине, что это далеко не так, как она себе это все представляет, то эта женщина берет и говорит еще и спорит, что я с вами не соглашусь. При этом она не сознает, что она не любит вообще людей, что ее мужской вот этот гормон зашкаливает, и в ней вообще этой женственности не осталось. Вот такая проблема есть у нас в стране. И жестко же вот когда люди парятся насчет такой ерунды, что вот скажет вообще тот человек, с которым я живу по поводу чата в социальной сети. Он же типа не поймет. В смысле? А разве должны что-то друг от друга скрывать наша жена? При этом же они не должны конфликтовать и высказывать вот это свое мнение негативное. Диалог должен быть дипломатичен. То есть человек, который занимается своим развитием. Он вот был бы сейчас в отношении, прокачивать, допустим, себя социально-материальным примером, он мужчина. И его женщина берет и говорит ему, что это все на букву Г, и он сам там лов, а мужчина-то он же доминирует. Он всегда главный. Он ее возьмет и скажет, иди ты тогда на улицу. И все. А она-то сразу бы передумала. Или ушла бы, хлопнув дверью от гордости и эгоизма своего из-за данного носа. А потом еще и словесным поносом бы поливала бы своего партнера за то, что он так с ней поступил. Типа плохо. Хотя чего он такого с ней плохого сделал? Законов не нарушил. У него же есть свои интересы и взгляды. Ему интересно прокачать себе социально-материальное через познание, выстроенный новый диалог с новыми людьми и познание их миров. А почему вот этот человек, который вот состоит с ним в отношениях, может взять и скорбить то, что близко по душе ее партнера. Получается, все равно, что в душу плюнул. Не уважает этот близкий человек, значит, внутренний мир своего партнера. Это все равно, что вот девочка мальчику сейчас скажет, смотри, милый, какой вот цветочек. А мальчик ей, да полная Г твой цветочек, да? И так вот, значит, если ее цветок Г, и она сама такая, что ли? Но ведь по логике вещей в отношениях это же так, вот ваши взгляды интересны, это же полностью есть вы. А если они по рассуждению, убеждениям таких людей, которые вот вам так говорят прямым текстом, что ваши интересы и взгляды – это плохо, значит, вы тоже из этого плохого состоите, по их мнению и шаблону. И не надо больше вот так вот ни под кого подстраиваться, и все это терпеть. Где же тогда свободу-то? Как вы тогда разовьетесь? Тут выбор вот как бы такой, или развиваться, или сдаваться и терпеть по жизни. И вот в той ситуации, когда вот ваш партнер недоволен, что вы общаетесь с моими людьми в интернете, вы, конечно, должны понимать, что это не он сам, а его шаблон и примитивный глупый ум включаются. Просто, ну, чтобы вот его не раздражать, нужно прояснять такому, что вы, мол, любознательная личность, много чего там вас интересует в жизни, всякая разная информация по развитию, в том числе и люди, так как это самый важный фактор, влияющий на нас, что некоторые люди, они же включают и заряжают энергию от полезного общения, а другие наоборот. И вы говорите своему партнеру, и вот я изучаю это, и познаю, и буду вот каждый день на часик отвлекаться на это, извини, предупреждаю об этом. И как вот другие же люди, они же отдают себе предпочтение перед сном, книжечки читают в онлайн, вот так, и объяснили, что 21 век, все это сейчас интересно им почитать, что-то там послушать, и уже недопонимание убрано, и все нормально между людьми. А если ваш близкий там человек все равно начинает говорить, а зачем тебе это нужно, после того, как вы уже разжевали, и по полочкам вам там все разложили, тогда он вообще не ценит вас. Вы не его собственности, вы же человека, а не животное там какое-то, чтобы к вам вот так относиться. Я считаю, что это, конечно, неправильно в отношении. Да, понятно, если так объяснить консервативному мужчине или женщине, что буду там через диалог познавать других людей, так у них же этот грубый ум вынесет сразу приговор грязь и блядство. У них таких людей на всю такая реакция. Если заказал себе утром там алкогольный коктейль, все, ты уже, значит, алкаш. Ну, хорошо, покажите им себя со стороны, хоть это будет, может быть, грубо, что если он скажет вам, ваш мужчина, ах ты шлюха, от того, что поймал на чате с другими знакомыми, с другими человеком мужского пола, вы ему скажите, ну, а ты тогда гей. Если вот так вот в ответ ему скажите и добавите, что вот клёво тебе вот так вот необоснованно сейчас ты мне сказал то же самое. В общем, как-то вот так, когда ваши близкие, родственники в отношении дико реагируют на ваш мир. Конечно, оптимальный вариант, про который я отвечу постоянно, это сгладить углы. Рубить с плеча нет смысла. Если есть дети в семье, то смысл убежать никуда от таких отношений. Ну, а если нет детей, и у вас вот такие натянутые отношения, и постоянные конфликты, что от этого близкого вам, человека, вот от них страдания, при нём вы не можете быть собой. Из-за этого человека вы чувствуете себя как в тюрьме. И в этих вот грамках постоянных ограничений вам приходится от него ещё и что-то там утаивать, скрывать. Тогда, конечно, социолог Александр Король советует людям таким, зачем нужно этот груз, психологический блок себе держать. Конечно, мы привыкли с годами друг к другу, у всех психика разная. Кто-то слабенький, кто-то посильнее, сможет выдержать расставание в отношениях. У кого-то не выдержит психика и будет очень чашка, что он останется один. Выбор, конечно, за вами. Никто не имеет права вам влезть в ваши отношения и в жизнь вашу советами. Тем более, я тоже не имею такого права. Я только могу вот так вот привести примеры, показать вот эту модель вот этих отношений под разным углом, как бы взгляд со стороны. А это уже, знаете, как дверь указать. Но открывайте вы её сами. И давайте вот, хотите вы входите в неё, хотите вы входите, это ваше личное дело каждого из вас. Поэтому говорите друг с другом больше открыто, всё проясняйте в ваших отношениях, чтобы вот не было вот этого надумывания умом, которые приведут к скандалам. Если человек не понял и продолжает конфликт, смотрите, конечно, по обстановке, как дальше будет всё у вас развиваться. Или этот человек запретит вам в чате сидеть и общаться и познавать людей, а значит, он не уважает ваши выборы, не даёт развиваться. Или же вы с ним по-конфликтуете и уйдёте вообще от него. Всё, что угодно может быть. Значит, с вами рядом живёт психоманьяк этот ваш человек. Потому что нормальный человек не будет ничего такого делать, накладывает запреты такие. Представьте, это всего лишь же интернет-приложение, в которое вы зашли посмотреть на новых людей. Этих людей везде можно встретить, в кафе, в ресторане. И это же нормально. Эти люди, они так же есть в социальных сетях, эти люди могут вам написать, в этих социальных сетях, а вы им ответьте. И что в этом такого? Вот. А если, конечно, ну вот в плане того, что неловко вам, от того, что пишите, вы там чаетесь мужчиной и женщиной про отношения, а сами уже состоите в них, тогда тоже, конечно, надо по-честному сказать сразу об этом, что я замужем, или я жена. Консервативный человек сразу на это отреагирует. Как так? А что ты тут делаешь? И вы ему, конечно, честно, как есть, говорите, а почему нет? Если я замужем, теперь я не могу общаться, что ли, с противоположным полом? И что? Если у меня, допустим, нужно заправить машину, а заправщик мужчина, и что получается, у меня теперь машину не заправляет? Я что теперь, не могу пообщаться с кем-то? Я вот считаю, допустим, что общение – это полезно, это интересно, людей всех разных узнавать, которые из разных сфер деятельности, все мы как-то узнаем друг друга, и в вашем, и в моем окружении, и у вас тоже вот есть эти друзья, и знакомые, которые, кстати, раньше были вам не знакомы, как люди, так же, как и я, но они же стали как-то вашими знакомыми. Да, сейчас 21 век, это можно сделать в разных приложениях интернета и найти там кучу новых людей. То, что вот вам, конечно, кажется по вашему шаблону, что все там люди якобы сидят для построения отношений, нет, это не так. Есть много людей, которые там находятся с целью дружбы и полезного знакомства, которые просто заинтересованы пообщаться. Конечно, их там единицы, так как в мире нормальных людей мало, а идиотов в интернете, на виду, неадекватны большинство. Если они вам, конечно, попадаются, не надо удивляться, значит, сделать нужно выводы. А сейчас, в реальной жизни, вы вот пойдете, знакомься, 90% неадекватны, 10% всего лишь, более-менее. Но этот процент адекватных людей есть. И чтобы их найти, нужно дальше копошиться в этом сосуде и их найти. Это знаете, вот как монет уже ищут, в хламе, надо порыться, чтобы ее найти. А если не хотите рыться в своем геи, пачкаться, проходить вот это все в своих отношениях, то так и будете всегда один, не развитый и останетесь детоким волком. А отношения, они очень важны и развивают человека. Все через них проходят. Спасибо за внимание. До новых встреч!